МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Смотрите сегодня. Неповторимый Юрий Стоянов. Сегодня его многим не догнать. Неутомимый выдумщик. Это же гениальное попадание. И строгий партнёр. Не, он не кричал на меня. Как он пережил уход друга. Он значил для него так много. Смог ли Стоянов справиться с популярностью? Я его иногда так ненавижу. И где он нашёл свою любовь? Мне жаль только, что я в этом браке так поздно. Репетиция прошла хорошо. Мы слышали. Я понял, Юрий, я всё понял. Я нормально всё сделаю. Нормально всё сделаешь? Давай, постарайся. Он живёт шутя и живёт тем, что шутит. Даже во время подготовки к выходу на сцену или съёмочную площадку Юрий Стоянов всегда готов. А теперь давайте, давайте все, все хором скажем Руслану. Позор! Поперёд! А с ногой, когда я ему случайно наступил, может кто-то сказать, ну, это выдумка. Это же кошмар. Но он ещё Ленку свою подговорил, она уже может с ним в дуэте выступать. Она говорит, ты наступил ему, а у него он завтра не придёт. Приходит с палочкой, приходит с каким-то гипсом. Он говорит, ну, ты сломал мизинец. Я говорю, Юр, подожди, как, что? Ты что, с ума сошла? Я тебе слегка, ну, он говорит, слегка. У тебя 48-й размер ноги. Слегка. У меня тут всё, говорит, что? Сволочи. Но потом не выдержали, конечно, раскололись. Микрофон. Хороший звук. Юрий Николаевич – это человек, с которым хорошо сидеть за рюмочкой. Потому что ты будешь весь вечер молчать. Ты будешь только созерцать, слушать и получать несказанное удовольствие. Как на выставку хорошего художника, как в каком-нибудь концерте грандиозном. Вот надо просто сидеть и слушать. Вы не читали Камлета? Кращуца. То, что он родился в селе Бородино, правда, Одесской области, это тоже очень важно. Понимаете, Бородино на Одесской области. Вот, мне кажется, вот это вот слияние двух названий, оно к какой-то степени повлияло и на его внутреннее ощущение жизни. Его юмор не только вызывает улыбку. От него тепло на душе. Тепло, как больше двух десятков лет назад. Иван Иванович, ты меня извини, но клиент жалуется, что в салате ему не хватает перца. Слушай, Халдей, передай своему клиенту, что Иван Иванович вкладывает в салат свою душу, а не перец. Когда он начинался, это все бежали к телевизору, потому что Стоянов и Олейников, когда появилась программа «Городок», это были две самые, наверное, мега популярные персоны в стране. У Юры огромная палитра у ее отца, и они не пересекались, эти палитры. Они были настолько кардинально разные, а вместе этот просто был... Как мой говорил папа, когда Стоянов говорит, Илюша, посмотри на себя, как ты вот одет. У тебя зеленая рубашка, синие штаны, красный галстук, черные ботинки, мариновый пиджак. Он говорит, это что такое? Он говорит, это же ужасно. Он говорит, а вместе ансамбль? «Городок» – это его бренд, визитная карточка, его орден, его плакат, его колокол, понимаете, его храм, его лицо, его биография, как хотите, это его судьба. Юрий Стоянов – автор «Городка». Он честно говорит, из этой передачи вырос весь современный юмор. Я вообще все, что симпатичным происходит в юморе, считаю продолжением «Городка». Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы какой. Очень приятно. Это вы давали объявление. Продается отличная квартира со всеми удобствами за 20 тысяч долларов. Я ее уже продал. Прекрасно. А вы по поводу квартиры? Нет, мы по поводу 20 тысяч. Проходите, товарищи. В 2012-м его друга и партнера Ильи Олейникова не стало. А вместе с ним не стало и «Городка». Прошло много лет, прежде чем Юрий Николаевич решился на новый проект. Он значил для него так много, что видите, вот этот вот достаточно большой срок, который выдержал Стоянов и только сейчас вышел с каким-то своим новым 100 Янов шоу. Ну, это не просто так. Это и дань памяти, и определенный такой культурный срок давности их взаимоотношений. Начали. Пауза, которую он выдержал после того, как ушел Илья, и не появился там, скажем, «Городок-2» или что-то, нет. Он правильно, безусловно, закрыл эту историю «Городок», сделал свою «но» через определенную паузу. Ради бога, простите! Ну, прошу прощения! Ха-ха-ха! Прошу прощения! Дамы и господа, задержали на второй работе. Ну, детский день рождения, это святое. Вы, что ли, палач? Да, конечно, палач. По первому образованию палач. Понимаете, у меня одна работа, она для денег, а вот другая для души. Это же все-таки эмоционально это безумно сложно каждый день. Вот это вот этот кошмар этот. Но за детей, с другой стороны, их, ну, там хорошо платят. А казнь – это святое, это для души. Это не программа «Городок». На коленках сделанная, любимая моя и неповторимая. И другой такой не будет в моей жизни. А это большой уже мощный продюсерский проект, в который вбухана куча денег, куча техники, куча профессионалов, торчат там сутками на этой площадке. А в результате все сводятся, все векторы к одному человеку, ко мне. Я же понимаю степень этой ответственности. Когда вот снималась постоянно в шоу, когда я увидела, как это выстроены павильоны, и он с такой гордостью, так по-детски вообще-то говорил, я причем пришла и не выучила текст. Вы решайте, кто текст подкидывать будет. Решайте. И тут я пришла, на меня налепили этот, как его, какой-то там этот парашют, и уже поставили это, и мы уже должны снимать. А я текст не знаю. И я помню, у меня был такой ужас, потому что я подумала, что, о, господи. Вот. Но он, кстати, ничего не сказал. Я по-быстрому как-то памятью попыталась освоить этот текст. Не, он не кричал на меня. Сань, слушай, ну что за подарок ты мне тогда приготовил? Ты меня уж второй час с закрытыми глазами водишься, Сань. Да все, все, уже пришли. Че это? Вот твой подарок. Хороший. Спасибо. Это будет первый прыжок в твоей жизни. С днем рождения, друг! Ну, не бойтесь так сильно. Мы хорошо застрахованы, у нас рядом лучшая травматология в городе. Ради нового проекта Юрий Стоянов серьезно похудел. Вы еще похудели? Вот репетируйте, чуть-чуть, чуть-чуть. Я понял, что я не могу войти в этот проект в той форме физической, в которой я находился. Круг ролей от того, что я большой, грузный, там, резко сузился. У меня тогда был вес 117 где-то килограммов. А вошел я в проект с 95-ю. Это был триумф. Четверть века назад коллеги на работе пересказывали приколы из городка. В наши дни зрители буквально забрасывали друг друга его скетчами. Пошла вторая волна обожания. И стояли в очередь к нему, просили автографа. Вы бы только видели. Дамы, роскошные мужчины в очередь стоят, чтобы только он. И сфотографироваться тоже. Вот то, как он играет Трампа, ну, маленькое там, несколько фраз он говорит. Это же гениальное попадание. Во-первых, очень похож. А во-вторых, манера его речи и манера того человека русского, который дублирует, ну, для того, чтобы переводчик, который вкладывает ему русский текст в его американские уста, очень точно и смешно передано. Меня постоянно обвиняют, что президентом меня сделали русские. Мне кажется, это обидно. Это обидно для татар, для башкир и других народов, влачая великая страна. С наступающим и, надеюсь, удачным для нас годом. Благодарствуйте. Там он все показал, на что он был способен. Сегодня его многим не догнать, которые там цвели и пахли. Юрий Стоянов – один из самых востребованных артистов своего времени. Он живет в поездах и самолетах. У меня неделю были каждый день съемки. Я выезжал из дому в 7 часов 20 минут. Уж это ладно, вот глаза краснючие, беда. Вставал в 6 утра, ровно 12 часов смена, с 8 утра до 8 вечера. Приезжал домой, ужинал, принимал душ, брился всегда. С вечера надо бриться, поэтому я сейчас побреюсь, потому что я не могу, когда мне с утра на свежевыбритые вот это все клеят усы. А там все время усы. Это ненавистная история для меня, эта постижка. Мне кажется, самое интересное будет, когда мы усы будем. Самое интересное для них, а для меня это самое отвратительное. Вот это я отснимался. Потом я сел в поезд. Я приехал в Санкт-Петербург после съемки. Сейчас вот у меня была репетиция, я сыграю спектакль. Потом со спектакля я поеду на вокзал, я приеду в Москву. Опа! Поеду, запишу фонограмму. Потом у меня репетиция. И после репетиции опять спектакль. Сегодня счастливый день. Я спал до 10 утра. Он даже в эту пандемию, когда вроде бы мог отдохнуть, ему не обязательно зарабатывать, но ему не сидится. То он мне позвонил, что он сценарий придумал, как два друга в пандемии созваниваться с разных концов света. То он мне позвонил и присылает, вот как тебе этот, как тебе это. Ну, что там говорить, это талант. Игорь, самое страшное, что это одни и те же люди. Я вижу, я узнаю. И снимают про одного и того же человека. Это тот человек, который даже в самые трудные моменты своей жизни, в самые тяжелые, он как-то, наверное, решает ситуацию через положительные эмоции, через улыбку даже. Его возраст не соответствует его духовному или душевному состоянию. О своем графике Юрий Николаевич рассказывает перед спектаклем «Спасти рядового Гамлета», в городе, которому Стоянов отдал большую часть жизни – Петербурге. Артист давно живет в Москве, но он ноги помнит. То есть это надо пересесть на... пересесть... На Невском, на... На Госинку. На Госинку и доехать до Мояковки. И там пересадка на восстание. Ага. Лена? Вместе с ним на гастролях супруга Елена. Третий брак артиста оказался счастливым. Ее не снимайте же. Она не будет. У нее псих. Иногда спрашиваю, что такое счастье. Я понятия не имею. Раньше я думал это... состояться. Лишь в 36 он узнал, что такое настоящее признание. А спустя еще 10 лет пришло и настоящее чувство. Ну, конечно, все девки его хотели. Начинают Лид Матасову и Таню Догилеву. И тут вы их спросите. Я свечку не держал. Ну, а как его не любить? Вы посмотрите молодые фотографии-то. Ну, что вы? Это же... Конечно, он был бидный. Конечно, в него влюблялись. И он влюблялся. Мне жаль только, что я в этом браке так поздно. Каково это ждать и не отчаиваться? А потом найти и снова потерять уже безвозвратно. Ответы на эти вопросы Юрий Стоянов прочувствовал. Почему он решил сделать собственное шоу только сейчас? Как родилась программа «Городок»? И кем собирается стать его дочка? Честные ответы на все вопросы через несколько минут. А сейчас мы с Игорем... Чуть не сказал. Слушай, ты знаешь, что я чуть не сказал? Актеры по вызову. Как это называется? Ну, как? На разовые бывают другой предметы. На договоре. На разовые это... Не в трупе, а на... Приглашенные. Приглашенные звезды. Юрий Стоянов и Игорь Золотовицкий настраиваются на репетицию. Они в прекрасном настроении. Предстоит играть спектакль по книге, автор которой в кадре. Книга Юрия Стоянова называется «Игра в городки». Вот человек, который меня привел... Добрый вечер, дорогие зрители, здравствуйте. ...привел в Московский художественный театр. Я тебя и уведу отсюда. Да, это было, да. Вы можете резко, ребята, обернуться, операторы, и увидите гения. Вот он стоит перед вами. Апс! Нет, я считаю, что это наш лотерейный билет с тобой вообще. Что мы с тобой познакомились. И, конечно, существовать в театре с друзьями, это, конечно, большое счастье. Очень редко. Вот сегодняшний спектакль, это какой тут принцип отбора. Тут что, кастинг какой-то был. Тут все очень просто. Делался этот спектакль очень быстро. Раз, два, три, с Богом! Это было в память о Боленькове Ильовиче. И получилось так, что этот спектакль потом попал в репертуар. А спектакль сделали по книге Юрия Николаевича «Игра в городке». Фактически, это история жизни артиста Юрия Стоянова. Грустная и смешная, трогательная и удивительно светлая. А началась она здесь, под ярким одесским солнцем. 10 июля, где-то в середине прошлого века. В класс без слуха заходят учитель истории старших классов Игорь Михайлович Гриевич. Стоянова можно спрашивать? Можно, отвечают классные. Вечно перепуганный историк, ведет меня за руку по коридору. Я до сих пор помню эту влажную руку, как она трясется. Он заводит меня в кабинет директора. Сидит директор в прямой офицерской форме в портупее. Это был 68-й год. Папа Юрия Стоянова работал, как говорили в Одессе, в органах. Он известный в городе гинеколог. Мама – учительница. Родители знали лет с пяти, что я буду артистом. Единственное, мой папа такой, он человек системный, он потом просто сказал, ну, если ты хочешь быть артистом, ну, так ты как-то чем-то займись, чем-то, что тебе там понадобится. Я говорю, я занимаюсь фехтованием. Это то, что мне не понадобилось никогда. Ты бьешь. Ты бьешь. Только в спектакле, и не так давно, спасти рядового Гамлета, где я один фехтую с раз, два, три, с четырьмя ребятами. И то это я сам придумал хоть раз в жизни. Через 50 лет это мне пригодилось. Смотрится весьма эффектно. Даже на репетиции. Еще раз вот эту связку. Все, я ставлю. Раз, два. Три. Четыре. Вот, скину. А, вот его, да. Три. Дальше. Кстати, оружие, которым фехтуют артисты, настоящее. Ну, вот, посмотрите, вот наше оружие. Вот оно. Вот две шпаги. Они хитро сделаны. Вот здесь штамп фермы. Сталь. Оно полностью сделано по технологии. По весу соответствует. Это шпага, а это... Ну, это ближе, конечно же, к сабле. Потому что мне нужна была привычная более-менее гарда. К профессии Юрий Стоянов оказался подготовлен. Все на курсе считали, ему обеспечен звездный путь. Высокий, как батончик шоколадный, в черном костюме, с иголочки, пшеничные волосы, красавец, из гитары. Вот самый юный на курсе. Ну, он один из лучших. На третьем курсе он заявляет о себе, как режиссер, объединяет вокруг себя шесть ребят, пацанов нашего курса. Он продемонстрировал режиссерские качества, а самое главное, лидерские. Господа и дама, в общем так, довожу до вашего сведения, что с сегодняшнего дня снова увеличивается оброк. Да. Все, 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 спасибо, все, спасибо, все свободны. Уже повышали, барин. Да мы же и так прокол учивем, барин. Да как же так, а? Против барина идешь, ай-яй-яй. Ну, так... Тварь ты неблагодарная, барин у вас плохой, да? Да. Я вас что, когда-нибудь порол? Да. Лично? Да. Трезвый? Ну... Вот. Сразу после института его пригласил в легендарный БДТ сам Георгий Товстанугов. Однако молодому артисту пришлось долго ждать своего шанса выйти на сцену в серьезной роли. В Большом драматическом театре, да, он мало играл, но у нас у Георгий Товстану был такой принцип выдерживать, знаете ли, вино в бочке до тех пор, пока оно не созреет. Я убежден, что Георгий Товстану видел потенции Стоянова и прикидывал куда, что, как, зачем, когда и так далее. Мы встретились, он служит в БДТ, и я иду с похмелья какой-то полупьяный, в потрепанном пальто, по фонтанке. Перед ним стоял выбор или-или. Надо было заявлять о себе, доказать, что он не просто так приглашен в БДТ, что он на что-то способен. А я чего-то тогда так это фамильярно подумал. Да не в таланте дело. Нет. Начихать, наплюй, включив в себе бесстрашие, бесстыдство. Да, даже какую-то наглость. И тогда я ему сказал, говорю, вот какое даст тебе задание Товстаногов, ты выполняй. Вот надо плясать на столе, спляши. Стоянов так и не дождется, что его рассмотрят. К уходу из лучшего театра страны его подтолкнул новый друг Илья Олейников. Я вот помню, как пианист заболел, дирижер в панике, заменить неким. И я так тихонько так на сцену выхожу и полчаса играл, помнишь? Ай, меня тогда еще дирижер самородком назвал. Эти двое встретились на съемках художественного фильма в Петербурге. Представляете, пришлось отозвать посла из Франции. Все из амурных историй. Ума не приложу. Куда бы его послать? А пошли ты воевать! Снимался Саша Абдулов, там такие артисты снимались, все первачи. И мы там так, окружение артиста. Я играл царя, то ли Николая Первого, то ли Александра Первого, то ли Александра Второго. Просто царь был написан, и царь. А Илюха играл Максима Горького, у нас было по одной фразе. Ну, видите ли, очень дорогой мой человек. Думаю, что у меня ничего не выйдет. А вы сразу не отказываетесь. И попытайтесь, попытайтесь. Попитка же, не питка. Я правильно говорю, Лаврентий Павлович. Ху, вы что? Ну, короче, мы объединились не на любви, а на ненависти к окружающим, к картине, сценарию, к своему месту в этом фильме. Тот случай, когда нелюбовь может быть продуктивной. Оказалось, Илья Олейников и Юрий Стоянов родились в один день, но с разницей в 10 лет. А потом выяснилось, что эти два очень непохожих друг на друга человека смеются над одним и тем же. Актеры стали дружить семьями. И одно застолье стало днем, а точнее ночью рождение городка. Это потрясающая была ночь. Сережка Серебрянский принес видеокамеру, это папин партнер тоже был. Ну, и они, конечно, выпили, и вот эта игрушка оказалась у них в руках. Я пришел где-то в полпятого утра, уже никого не было, все уехали. И папа мне показал, значит, их опус, состоящий, по-моему, сейчас скажу, в трех частей. Первый начинался с того, что Сережа, по-моему, Серебрянский сел в туалете в образе Урмаса Отто. Потом они втроем оказались в ванной, голые, ну, как голые, в трусах, и Стоянов, по-моему, был в лифчике. Вот, кстати, вот он сам себя вот тогда и пометил на женскую карму ролей. По-моему, да, был бы в лифчике. Папа был Молчановым, а Юра был Стрижельчиком. Котенок, перестань, перестань. Ну вот, и финальная была уже, когда они лежали, значит, в кровати все втроем. И там такой был гэг, значит, что-то про какой-то, говорит, сейчас подходит к финалу наша чудесная кинозарисовка, и мы сейчас покажем вам ее конец. Собственно говоря, вот он, папа расстегивал штаны, и я достал оттуда моего хомячка. Бедного, как он его там не покусал. Я принимаю эту воинскую присягу и торжественно клянусь защищать Родину до последней капли крови. С восьми утра до шести вечера. А если потребуется, то и до семи. Мы были ужасно похожи. Нам так хорошо молчалось. Мы вообще очень мало разговаривали. Ты кого будешь играть? Я вот этого... Ну что, мы же репетировать не будем? Ну, конечно, нет. Ну, а мы не будем опошать материал, конечно. Мы в кадре, да, конечно. Вошли в кадр. Нет, давай поменяемся. Давай. Поменяемся, пошли переоделись. Трудно поверить, но у нас не был один размер. Сразу встала дилемма. Кто будет играть женские роли? Стоянов согласился нехотя, а потом понял – это подарок судьбы. Ни одной женщины не повторяется. Они все разные. То медлительные, то очень торопливые, то жесткие, жестокие даже, если бы так сказать. То очень нежные и любящие. У него фантастический кальдоскоп этих женщин. В этом смысле он неповторимый и выдающийся артист. Надежда Константиновна, сыграйте мне что-нибудь из Петховена. Молоденька, может быть, нашу, любимую? Нечеловеческую. Непременно. Первая женщина, которую я сыграл, была моя мама. Я обратил внимание, что когда она ест пирожное, можно же так держать. Она почему-то ела вот так. Но это ужасно неудобно. Но красиво же. Да, вот так. И вторая женщина, которую я сыграл, я ее запомнил. Ну, обычно помадой красят губы вот так, а она наоборот держала неподвижно руку с помадой. И относительно ее водила губами. Ну, просто какие-то казусные вещи. Вы наблюдательный артист. А, я вообще ледоед. Я ледмина таясь. Я их ем. Городок пользовался таким успехом, что едва не навредил его обитателям. Юрий Стоянов и подумать не мог, что отныне большинство режиссеров воспринимают его через призму придуманной им телепередачи. Там такая сцена есть. Алена Хмельницкая сидит у зеркала. И говорит фразу «Никто меня не любит». Ей должен сказать «Я тебя люблю». А до этого режиссер Тигран, он так «Я обожаю все, что вы делаете». И такие все в восторге, в восторге. «Давай вперед». И вдруг он садится у плейбэка, и я там говорю «Я тебя люблю». И вдруг такой ор, такие вопли. «Кончай мне городок, просто скажи, я тебя люблю». Тыра, вот такое, начало было такое, ой-ой-ой, ади, это вся любовь, все эти комплименты. Ну вот там я и сказал так «Я тебя люблю». Это был очень тяжелый, очень тяжелый день. Очень. Я думаю, что он, наверное, перфекционист. Потому что ему все нужно, чтобы было все, вот, вот, все было вот просто, вот, 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 сих до сих, вот, просто все было на высшем уровне, все было высококлассно. «Ребятки, давайте так мы договоримся. Значит, если вы не готовы, если вы не готовы, ну, давайте, давайте сам. Вереный?» «Нет, не нам, ну мне открытие в барбершопе, серьезное мероприятие». «Я его иногда так ненавижу, за его такой максимализм, за его щепетильность, за его, он бывает невозможный, требовательность такой безапелляционную, он может, он может в этой требовательности обидеть человека, потом извиниться, расцеловаться, объясниться в любви, но в этом он весь». Успех «Городка» предсказуем. Это была первая честная юмористическая передача о нас самих, сделанная с любовью. Но в ней у Юрия Стоянова была еще одна уникальная роль, роль продюсера. Это тайна Юрия Николаевича, о которой он скромно молчит, даже когда об их с Олейниковым встрече говорят «Вот повезло». Но иногда артист не выдерживает. «Ах, им повезло, вот им повезло». Что нам повезло? В чем нам повезло? Нам повезло в главном. Нам повезло с Ильей в том, что мы друг с другом встретились. Вот в чем нам повезло. Вот это вот слово «повезло», я его ненавижу. Ну, хотите, чтобы вам повезло? Вот я вам дам рецепт. Вот вы работаете в БДТ, там, не очень востребованный. Но всяко худо-бедно вы там играете порядка 20 спектаклей в месяц. А параллельно вы работаете на пятом канале, в передаче «Адамово яблоко», в которой вы работаете режиссером-постановщиком. И вы ездите с операторами, узнаете, чем отличается один объектив от другого. Что такое общее заполнение, что такое рисующий свет. А потом вы учитесь монтажу сутками, и ходите к лучшим клипмейкрам, и сидите у них за спиной. И у всех режиссеров монтажа, и со всеми осветителями пьете, для того, чтобы понять, как это работает, будучи непьющим человеком. Вот вы это все пройдите, и потом скажите, как им повезло. Да, повезло. Это мой комплект, да? Да. Я тебя умоляю, каждого проверь, пожалуйста, чтобы сигнал приходил к тебе. Я на базу все. Да, не про пульт, а я говорю, а про базу. Стоянов сам вырастил в себе продюсеры. И теперь он живет в артисте всегда. Самый дотошный и внимательный звукорежиссер на площадке – Стоянов. Он же знает, что во втором действии спектакля «Спасти рядового Гамлета» придется падать. Поэтому надо надежно закрепить микрофон. Сейчас, давай проверим поворот головы. Чтобы не было натягивания какого. Ну да, чтобы я падать мог. Он созрел для того, чтобы быть режиссером-постановщиком. Он уже может спокойно идти самостоятельно в режиссерское плавание в больших театрах. А самое главное – в кинематографе. Ребят, это сейчас абсолютно не монтируется с общим планом. Не было здесь жесткой остановки. Она была вот где-то здесь. И это на ходу. Мы в том месте были уже вон там. Я говорю, ты изучил все приемы. Чарли Чаплин у тебя под мышкой. Ты можешь собрать такую кинокомедию. Собери вокруг себя команду. Я даже ему сказал, зови, пойду, сыграю даром. Ну что ты, в дебют. Бери, ошибешься, тебе простят эту ошибку. Я говорю, попытайся. А он что-то боится. Во время репетиции лишь Стоянов знает весь текст. А не только свою роль. Что в спектакле состоялся? Счастье. С размером. И только Стоянов может сократить время съемок раза в полтора. Тишина из Андрея, который выполняет абсолютно техническую функцию. Мог бы сделать это корректно. Мы выжимки напились. Юрий Николаевич, прошу прощения. Там, понимаете, он вас-то должен типа перебить. Я не могу сыграть, что меня перебили. Я и играю это. Вы можете? Я и играю это. Ты понял, Андрей? Да. Поехали. Единственное, чего не может продюсер Юрий Стоянов – снимать городок без своего партнера и друга. В одном из последних выпусков передачи Илья Олейников появляется в разных париках. Зрителя это не удивляет. Он давно привык к частой смене образов. А вот голос любимого артиста кажется чужим. Человек сидит в шкафу. Персонаж. Я убегаю, и он должен мне вкрикнуть что-то фразу, типа, что горшок не могла поменять. А он тухнет, тухнет, сипнет, сипнет, сипнет голос. Горшок с прошлого раза не вынесла. На следующий день – вот совсем уже так. И голоса нет в принципе вообще. На третий день я вызвал фониатра. Она посмотрела связки. И вообще, говорит, не в идеальном состоянии. И тогда на ходу мы придумали, и прямо это в фильме есть, что это персонаж, который говорит таким голосом. Еще потом мы придумали другого человека, у которого фамилия была Сипатых. И в его случае как бы она была говорящая фамилия. Очень часто выкручивались мы с этой историей. И вот когда пропал голос, и мы начали обследоваться, и в одной из клиник главврач, зная Илью, подошел к нему поздороваться, а Илюша не может ответить ему. И главврач так посмотрел на него и сказал, а вы МРТ легких сделали? Болезнь обнаружили слишком поздно. У меня абсолютно четкое ощущение незарастающей раны в нем. Он абсолютный ребенок, потерявший что-то очень важное в своей жизни. С ним начинаешь о чем-то говорить, он раз и коснется этой темы. Потери друга, потери своей ноги, своей руки, своей опоры. Чем дальше, тем больше мне его не хватает. Просто есть разные стадии какие-то. Сначала это удар, потом это растерянность, потом это попытка принять решение какое-то, потом осмыслить, потом сменить свою деятельность. Мы вместе были в 98-го, больше 20 лет вместе, лучших лет. Поэтому я не могу сказать, справлялся, справился, восстановился. Он всегда со мной. Просто сейчас все время есть ощущение потери, но с другой стороны есть ощущение, что человек присутствует в моей жизни. Поэтому я о нем говорю и с болью, и с горечью, и очень весело. Мне грустно и светло, печаль моя светла. Вот так бы я сказал. Мы были всякими красивыми и безобразными Или удержали над двумя смешными рожами Мы были разными, такими страшно разными И так похожими, такими, блин, похожими Где-то, где-то на этой планете Где-то на этом свете А может потом на том Где-то в тоненьком лучике света Встретятся два силуэта И будут опять вдвоем Я плачу, когда он поет эту песню про Илью Вот, которую он сочинил Это просто так не сочинишь Это его кусок не жизни даже, а тела, понимаете, Илья И как он его спасал по-настоящему Он прибавил несколько лет жизни Илье Я вижу, ты уже взял в руки свой крутой аккордеон Я знаю, ты себя тайком накапал вал-аккордин Я слышу, рядом твой, ну точно, это твой одеколон Так почему поем вдвоем, а голос слышен один? Эта песня – посвящение другу В ней нет надрыва, только светлая грусть Почему-то за долгие годы гениальный комик Юрий Стоянов Не написал ни одной шутливой песни Вот сейчас мы диск, допустим, мой делаем Сколько? Десять или одиннадцать песен И меня Катюша Боровлева, вот мой редактор и сопродюсер Она говорит, Юрий Николаевич, ну давайте хоть одну смешную И я не нашел комедийный актер Не просто смешной, веселой Ну это как-то очень странно А сказать себе, ну-ка, сядь, напиши смешную песню Вот это я не умею Ну, не могу Оказывается, Стоянов – тонкий лирик и превосходный музыкант Как он играет на гитаре И вот это, конечно, для меня было, да Безусловно, открытие – это просто потрясающе совершенно Я видел просто должную профессиональную игру На гитаре и все Правда, он стесняется, что для выступления приходится идти на одну хитрость Вот проблема Видишь ногти? Видишь? Снимай Снимаешь? Вот это перед каждым спектаклем я вынужден наклеивать акриловые ногти Потому что это единственное, чем я играю на гитаре Свои ломаются А потом на следующий день у меня кино Их надо 30 минут нужно, чтобы снять эти ногти Ацетоном Свои вообще уже, бог знает, на что похожи А на следующий день у меня опять спектакль музыкальный И я опять буду наращивать полтора часа Тяжелая жизнь Да, ладно, тесто Ну вот мне пришлось, посмотри на этот кошмар Гитара могла бы стать его новым партнером Многие артисты живут концертами И Стоянов, как никто другой, имеет на это право Но зритель никогда не простил бы ему расставание с любимыми героями Наконец, долгожданная встреча произошла То, что он работает в этом шоу То, что вообще люди придумали для него это Это просто в пояс кланится Потому что он настолько может Он настолько полон сил, идей, возможностей Он в таком восхитительном возрасте сейчас находится Сериал и общий план, дубль первый Торопить, секундочку, фокус Вот еще В пятой серии Сулиха из Вентариатра Вот уже полюбившиеся герои нового шоу Юрия Стоянова Участвуют в промо очередных проектов Извините, что-то чешется Считал ли кто-нибудь, сколько образов уже сыграл Юрий Стоянов? Наверняка больше ста А может сыграть и пятьсот, и тысячу На съемочной площадке детективного сериала У него опять новый персонаж На этот раз персонаж весьма серьезный Следователя я играю по особо важным делам А зовут его Марлен Русский Коломбо Стоянов, как всегда, дотошен Он должен четко знать, что будет происходить в кадре Давайте, типа, вот приехали Сколько проехать надо? Ну, вот прям из... Вот что, прямо из этой маршруты ездить Из-за синей? Да В профессии он требовательный партнер А в жизни? На своей творческой встрече Юрий Николаевич признается Его дочка не хочет быть актрисой Ей 17 лет Исполняется в апреле Нет, к счастью Ну что вы, Боже, избавь Я не поживаю моим детям этой профессии Особенно девушки Она говорит Неужели моя судьба Что все, чего я достигну в жизни Все будут считать, что это потому, что я твоя дочка Ты не узнаешь, куда я буду поступать Потому что я не хочу Даже думать о том, что ты мог зайти с другого хода И пообщаться с ректором О, хорошая девочка Только семья артиста знает Насколько тяжела его профессия Супруга Юрия Николаевича Старается быть рядом Кстати, с Еленой Их тоже познакомил городок Однажды после творческой встречи К ним в гримерку заглянул Геннадий Хазанов Он однокурсник Илюши Он пригласил тогда Гену на наш концерт Гена посмотрел этот концерт И замечаний, я так понимаю, у Гены было много Представил очень длинный разговор И вдруг открылась дверь И появились здесь очень красивые девушки Очень И я так посмотрел И извините за фразу Но я сказал просто Моя справа Я сказал, Илюша Сразу сказал, моя справа Комментарии Геннадия Хазанова В тот вечер остались без ответа Что-то я такое вот почувствовал, наверное Нет, сначала, наверное, просто увидел Очень эффектную Смешливую И в то же время в ней есть такая По сути, а не сыгранная Застенчивость и скромность И вот то, что передалось детям Потому что им невозможно Никогда ничего купить никому От них всегда слышишь У меня все есть, мне ничего не надо Даже обидно и богу Вот там та же история Ее невозможно сфотографировать Ее невозможно снять Нигде Ну, есть какие-то там Скинотавры какие-то, фотки Еще откуда Она везде себе не нравится Ее абсолютно не интересует Публичная часть Ее статуса Она вообще очень хороший человек И она настоящая подруга Вот это ему, считай Невероятно повезло Что встретил такую женщину Это просто счастье Умная, остроумная Скромная Красивая На фестивалях Когда она переодевалась Ну, просто Елена уже много лет Замужем за Юрием Стояновым Но по-прежнему избегает камер Лишь иногда Супруга Юрия Николаевича Попадает в кадр Она часто ездит с ним на гастроли Потому что ей нравится То, что он делает Мне жаль только, что я В этом браке так поздно Но если бы я был другим И молодым Может, и так бы и не было Я прошел тот путь Который я должен был пройти И благодарен всем тем людям Которые были рядом со мной И камня не брошу ни в кого Не нравится женатая женщина? Нет, нет Не надо Так уж получилось Что и в личной жизни И в профессии Гармония у Юрия Стоянова Наступила не сразу Настоящий успех Нашел его только тогда Когда артист научился Себе доверять Многие не верят А я абсолютно искренне говорю Что когда я попадаю В ситуацию кинопроб Я превращаюсь В того мальчика Которому было 25 лет Который ходил на эти кинопробы И все время слышал нет Недавно говорит Вы не волнуйтесь Это просто поговорить с режиссером А это пандемия И по Зуму Включаю Зум Все, конференция Бах Шесть иконок Шесть людей Ну хорошо И вдруг молодой человек говорит Я режиссер такой Начинаем Онлайн пробы Артиста Стоянова На роль такую У вас текст есть, Юрий? Я говорю Чего мы начинаем? Он говорит Пробы А, пробы Хорошо Как ваша фамилия? Иванов Начинаем пробы Режиссера Иванова На фильм с участием Юрия Стоянова Ну рассказывайте Я говорю Он говорит Что рассказывать? Ну рассказывайте Какое кино будете? Как будете снимать? Про что? Он говорит Так это ж пробы Ну я говорю Вот я вас и пробую Стоит мне у вас сниматься Или нет? Ну это такой, конечно Наглый абсолютно Выпендрежный способ Отстоять свою Мнимую независимость Редактор субтитров А.Семкин